Всем огромный привет! Как вы же поняли по названию видео, сегодня я вам покажу первый апдейт на Project Pen 2023. И на самом деле мне самой интересно посмотреть, какие у меня результаты по истечению где-то, наверное, полтора месяца. Я думаю, что полтора месяца, да, ну чуть больше одного месяца, это точно. И на самом деле я тоже не знаю, и вместе с вами, когда буду редактировать уже видео, смогу увидеть по фотографии и сравнивать то, что вот сейчас я вам покажу два, да, какие результаты. Но я понимаю, что на некоторых продуктах не особо много чего будет видно, но тем не менее, я думаю, что будет вам интересно. Давайте приступим. И первый продукт это будет праймер от Revolution Beauty Makeup Revolution и так далее. Они по-разному называются, поэтому не знаю. Я думаю, что это просто Revolution, неважно. Короче, это Prime Bright. И когда я вам засняла видео, я решила вот такую вот отметочку с маркером сделать, потому что когда вот так вот на свет посмотрите, то в принципе видно продукт, сколько израсходовалось. Потому что на камеру, мне кажется, в тот раз, когда я снимала, не было видно. Но сейчас я вижу вот через окошечко камеры, что здесь вы сможете наблюдать результат. Вот, значит, начинала я вот с этой отметки, и сейчас первый такой апдейт. Видите, сколько я уже израсходовала этот праймер. Неплохой, но не скажу, что как праймер, как-то меня прям очень удивил. Следующее, это будут тональные основы. Первая от It Cosmetics, такая миниатюрка. Я не трогала эту миниатюрку, потому что у меня от It Cosmetics также есть в другом оттенке, который я использую на данный момент. Ну, как бы чередую, конечно же, с другими продуктами для лица, да, тональными основами. Это у меня цвет Medium. Я думаю, что он больше мне подойдет к зиме. Хотя, с другой стороны, у меня сейчас Fake Tan, автозагар на теле. И поэтому, в принципе, могла бы на данный момент использовать эту тональную основу. В принципе, я автозагар только вчера нанесла, поэтому сейчас смогу использовать вот эту вот версию Medium. Хотя, даже Medium с автозагаром немножко светловат. Ну да ладно, посмотрим, как пойдет. И, конечно же, тот CC-крем от It Cosmetics в оттенке Light. Посмотрите, какие у меня классные результаты. Я думаю, что немножко я закончу эту тональную основу, точнее CC-крем. И, как уже говорила в первый раз, когда снимала видео, то эту тональную основу я периодически брала в косметическую, поэтому уже здесь я знала, что продукта не так много осталось. И вот, видите, даже здесь просвет видно. Я вот так вот тюбик немножко стиснула, можно сказать. Смотрите, там совсем мало осталось. И мне кажется, если я сейчас буду тщательно использовать этот CC-крем, то он у меня к следующему апдейту уже закончится. И представляете, уже первый продукт будет через два месяца из проекта, который у меня, возможно, и уйдет. Ну и последняя тональная основа – это Rimmel Match Perfection называется. Я, мне кажется, раза три или четыре только пользовалась этой тональной основой. Плюс я не наносила автозагар, поэтому я смешивала эту тональную основу по S, которую купила в TK Maxx, помните, за 4,99. И поэтому, в принципе, здесь расход небольшой. Минимальное количество мне требовалось. Я думаю, что результатов особо не будет видно. Далее. Единственная пудра у меня была от Revolution. И вот мне интересно, есть ли какие-то результаты в этой пудре. Я думаю, что все-таки здесь вот название Revolution более четко было видно. Конечно, по фотографии здесь мы с вами увидим. И тут вот эту вот часть я успела стереть, можно сказать, как уже говорила в каком-то Get Radio Me. Мне эта пудра абсолютно не нравится. Вот что значит первое впечатление, и когда вы продукт начинаете использовать на постоянной основе. Мне не нравится, как к концу дня мое лицо выглядит с этой пудрой. Оно какое-то более застаренное получается. Ну, короче, нет вот этого вот, не сказать бы сияния, да, сияние есть. Эта пудра не особо сильно фиксирует вашу тональную основу. То есть вначале вроде она такая заматированная, кажется, а потом уже к концу дня все сияет практически, лицо все сияет. Конечно, от тональной основы тоже зависит, естественно, смотря какая тональная основа, да, у вас на лице. Но тем не менее, мне эта пудра не понравилась больше всего из-за того, что у меня к концу дня лицо выглядит каким-то старым. Короче, некрасиво смотрится к концу дня эта пудра. Ну, мне не нравится мое лицо, поэтому, говорю же, и этот продукт я сейчас буду использовать только на лоб. На остальное лицо я не использую эту пудру. Реально не понравилось. А при первом впечатлении мне эта пудра очень сильно понравилась, как вы помните. Далее бронзеры. Бронзер вот такой вот от Milk Makeup. Я его переложила в L'Oreal пудру, которая у меня закончилась в прошлом прочекте за 2022 год. И вот такие вот результаты. Я думаю, что не такой большой прогресс какой-то будет виден, потому что реально этого продукта нужно очень-очень-очень мало. Классный бронзер, оттенок мне безумно нравится. Ну, я думаю, что его я полностью не смогу закончить в этом прочекте за целый год. Потому что реально, говорю же, очень-очень мало нужно этого продукта набирать. Следующий бронзер от Catrice. И знаете, я его не так часто использовала, потому что мне хотелось закончить бронзер от Essence, который я уже завершила. В пустых баночках у меня уже этот бронзер. И из-за этого этот у меня лежал. Так что тут, в принципе, нечего показывать. Мне кажется, я раза три воспользовалась этим бронзером. Раз три-четыре, возможно. Короче, от трех до пяти раз точно не могу сказать. Пока тут результатов никаких нет. Но сейчас я уже в последние дни начала. В последние дни, последние два дня, можно сказать, начала использовать этот бронзер. Следующая это у меня румяна от Essence. Тоже интересно посмотреть, какие здесь у меня результаты. Потому что я частенько пользовалась этими румянами. Я думаю, что немножко, хотя бы стерло здесь какое-то количество. Но я думаю, возможно, мы с вами даже не увидим по фотографии. Я, конечно, поверчу, покручу. Но никакого углубления прям таки не вижу. Все-таки это румяна, да, в принципе, не так много нужно. Этих румяна они достаточно... Не скажу, что супер пигментированные. Но, тем не менее, хорошие пигменты. Не совсем много я набираю эти румяна на кисточку. А, девочки, я, представляете, забыла. И еще же у меня однотональная основа. Точнее, это BB-крем от Миша. Помните, я вам не раз говорила про этот продукт? Когда я его брала в косметичку. Это еще в то время, когда у меня BB-крем этот был. Я же по-новой купила этот BB-крем. И вот у меня любовь-нелюбовь была с этим BB-кремом. И вы знаете, в последнее время я использую этот BB-крем. И он мне настолько понравился. Возможно, возможно, из-за того, что погода более холодная, не так быстро сходит с лица, можно сказать. Ну, короче, не знаю. Летом еще надо будет протестировать этот BB-крем. И потом уже в конце года я вам смогу рассказать полное такое свое впечатление по поводу этого BB-крема. Но в последние дни, когда я использовала этот BB-крем, он мне очень-очень-очень понравился. Короче, мне нравилось, как мое лицо выглядит. Следующее я забыла также консилер вам показать. Видите? Надеюсь, на камеру видно. Вот столечко. Я уже израсходовала этот консилер. В принципе, неудивительно. Я не скажу, что практически каждый день его использовала. Но вот на этой неделе я ежедневно использовала этот консилер. Здесь всего 3,5 мл. От Urban Decay, забыла сказать. Ну, вот такие вот результаты. Мне не особо нравится этот консилер. Не скажу, что он прям ужасный, невозможно носить. Тогда бы я его и не использовала в виде консилера, да? Но, тем не менее, пойдет такой консилер. Не особо сказала бы, что мне супер нравится. Но нормальный такой. Нормальный. В конце года, говорю же, получше смогу рассказать по поводу этого консилера. Ну, все осталось. А нет, давайте я вам сначала, наверное, покажу. Два карандаша для глаз. Сразу их вместе буду показывать. Девочки, я вам сделала фотографии, какие макияжи создавала с этими карандашами. Один зелененький от Catrice. Вы знаете, я сейчас, наверное, у меня не получится вытащить девочек, потому что у меня часть, видите, отломилась. И поэтому немного неудобно. Что хочу сказать по поводу карандаша от Catrice. Он не рисует на верхнем веке абсолютно. Но на нижнем веке, я думаю, что фотография есть, но на фотографии не особо видно на нижнем веке этот оттенок. Но он такой, достаточно темно-зеленый получается почему-то на нижнем веке. На верхнем более светлее кажется, но на нижнем темнее. Но чуть-чуть хотя бы вы сможете увидеть этот карандаш. И на верхнем веке он абсолютно не хочет рисовать комочками, стирается постоянно. Короче, много слоев нужно было наносить, пока я добилась того результата, который вы сейчас видите на фотографии. Так что я пока оставлю этот карандаш, но он суховатый. И если я не найду такое применение этому карандашу, что мне будет нравиться, и макияж, чтобы мне нравился, да, все-таки я люблю, когда макияж красивый, а не просто так, чтобы использовать этот продукт, то я оставлю этот карандаш. Если к следующему апдейту не найду применение. А если нет, то все, буду выкидывать этот карандаш, потому что реально сухой. Что не сказал бы про карандаш от Avon. Сначала, когда я его только-только начала использовать, он мне суховатым показался, но потом он разыгрался. Очень мягко рисует. И, кстати, забыла сказать, что карандаш от Catrice, что карандаш от Avon, это серия Glimmer Stick, не опечатываются абсолютно. Целый день держатся, прям как прибитые. И здесь, я думаю, мы с вами увидим, девочки, результаты. Мне самой интересно. Вот столько у меня карандаша осталось. Я частенько использовала этот карандаш и на водную линию, и также делала стрелочки. Успела вам показать или не дать? Еще раз вытащу. Классный. И как раз-таки я этот карандаш в одном макияже, вот сейчас вставлю вам фото. Я там использовала новую палетку от Catrice в серой гамме, и вот этот вот карандаш у меня был как подводка. Прям очень классно смотрелось. Но, тем не менее, вы знаете, издалека ощущение, как будто у меня черная подводка, более такая приглушенная черная подводка. Продукты для губ. Первое, начнем давайте с карандашей. Первое, это у меня карандаш от Sephora. Вот так вот я вам покажу. Мне кажется, я один раз все-таки точила этот карандаш или не точила. Короче, не помню, но несколько раз использовала его. Он очень такой жирненький, быстро расходуется. Поэтому, как только я насяду на этот карандаш, мне кажется, я его быстренько закончу. Тем более, его нужно точить. И следующий карандаш, который я чаще всего использовала от Manhattan. Я думаю, что это оттенок 59Y. И я не ожидала, что мне этот цвет настолько понравится. Сейчас я вам покажу, какие классные результаты здесь. Совсем мало осталось этого карандаша. Вот столечко. Мне самой будет интересно, на начало проекта, сколько этого карандаша было. Вот так вот. Такие результаты. Реально классный оттенок. Под все помады, которые у меня в проекте, этот цвет мне идеально подходит. Помады. Давайте начнем, наверное, с помад, которые не так много. Раза два-три максимум наносила в течение этого месяца. Первая от Rimmel. Такая вот красная помада. Посмотрим, есть ли какие-то результаты. Вот фотография там вам будет видна. И самой при редактировании, конечно же, все увижу. Говорю, раза два-три использовала. Очень классный оттенок помады. Он такой приглушенный, неяркий, красивый цвет. Далее помада от Yves Saint Laurent. Мне кажется, я эту помаду только один раз или два раза использовала. Один раз в видео в каком-то Get Ready Me, мне кажется. И второй раз просто на работу. Я думаю, что здесь нет никаких результатов. Это миниатюрка. Но я думаю, что все-таки миниатюрки этой хватит. Опа. Надолго. Ну и помада от Avon серия Mark. Раза два-три использовала, я думаю, эту помаду. Возможно, один миллиметр все-таки ушел этой помады. Хотя, возможно, по фото не особо это будет видно. Вот. Далее покажу вам помады, которые я чаще всего носила. Во-первых, это от Ardeco. Вот здесь-то мне интересно, какие результаты. Часто носила, но такое ощущение, вот так вот, когда посмотрю на саму помаду, кажется, что абсолютно малое количество ушло. А так, говорю же, по фотографии можно будет все это увидеть. Вот такая помада. Мне формула этих помад от Ardeco абсолютно не нравится. Далее. Следующая помада от Avon. Это какая-то лимитка на День Святого Валентина, мне кажется, была. Эту помаду я тоже в последнее время очень часто носила. И интересно, какие же у меня результаты. Тем не менее, как можете видеть, все равно в каких-то продуктах уже видны результаты. Допустим, тональная основа, там, It Cosmetics, CC-крем точнее. Я думаю, что реально, если я сейчас буду тщательно использовать этот CC-крем, точнее, каждый день практически, то я его закончу к следующему апдейту. А, еще забыла показать от Essence блеск. Я его использовала. Брала на работу, и вообще этот блеск у меня практически, можно сказать, находится на работе в шкафу. Потому что у меня есть еще одно маслице от Revolution, помните, покупала из серии Honey, что-то так как-то называется, с Винни-Пухом, короче. И тот блеск у меня прямо на рабочем столе стоит. Это как блеск ухаживающий продукт, как блеск бальзам, да. И периодически, когда у меня, допустим, чувствует, что губы стерлись, а не хочется идти в туалет, да, там подкрашивать, то я беру этот блеск, наношу от Revolution и дальше работаю. Тут никаких результатов не будет видно от Essence, потому что не так много использовала этот блеск. И последний продукт. Конечно, тут уже будут классные результаты, девочки. Вот, посмотрите. Вот столечко я закончила. Видите, сколько продукта осталось. В принципе, здесь объем-то небольшой, точно не знаю, сколько. Мне кажется, так мелко написано, что я даже не увижу, какой. Хотя нет, 3,5 мл написано. Это Mars Oil Infused, что-то такое. Короче, называется это типа блеск бальзама. И вы знаете, такое классное увлажнение губкам. Такие приятнейшие, нежнейшие губки. И я посмотрела, так, знаете, ну, хотела увидеть, сколько стоимость полноразмерки этих блесков. И их реально очень тяжело найти. И мне кажется, Nars снял этот продукт с производства. Мне очень-очень-очень понравилось это масло. Как, не знаю, даже бальзам, блеск, как уже сказала, да? Есть блеск. Но мне хотелось бы другой оттенки, потому что этот цвет все-таки какой-то темноват. Не скажу, что он прям темный-темный на губах, но тем не менее хочется что-нибудь такое более светленькое. На официальном сайте Nars я увидела, что есть миниатюрки двух оттенков. Они более светлые. И вот я подумаю, купить, не купить. Хотя, с другой стороны, понимаю, что у меня много бальзамов. Тем более, говорю же, это как больше бальзам. Он у меня прямо стоит вот там, где у меня компьютер. И вот когда я чувствую, что у меня более сухие губки, я просто его наносила. И таким образом я столичек, видите, закончила. Вот где-то вот здесь вот. Так что так. Все. Такие у меня результаты. Я на самом деле очень рада. И я думаю, что к следующему месяцу у меня все-таки получится закончить первый продукт в этом проекте. И посмотрим результаты, какие будут в следующий раз. И реально первый месяц это самое сложное, тем более, когда средства практически полные, можно сказать. А как только они начинают вот в ход идти, да, постоянно, когда вы начинаете использовать, то уже и результаты будут более интереснее. Через 2-3 месяца, допустим, да, и так далее. Но, тем не менее, говорю же, я очень довольна. На этом буду заканчивать это видео. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующих. Пока-пока.